Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 22 августа в Краснодаре на съемной квартире, без явных признаков насильственной смерти, обнаружено тело 41-летнего вора, в законе Атари Кублашвили Бойцова, более известного в криминальных кругах как Атари Краснодарский, находившегося в федеральном розыске, по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Напомним, в 2011 году Краснодарским краевым судом за бандитизм и серию разбойных нападений будущий вор в законе был приговорен к 19-му годам лишения свободы. В местах заключения Атари зарекомендовал себя злостным нарушителем режима содержания, пользовался авторитетом отрицательно настроенных осужденных, активно пропагандировал воровские традиции. В марте 2013 года, содержась в ИК-16 поселка Мурмаши, Атари вместе с Жорой Кутаиским и Гией Самтрецким избили внучатого племянника деда Хасана, вора в законе Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский, которого клан Аняни Джангвиладзе обвинял в пособничестве администрации тюрьмы Ельца и считал виновником самоубийства вора в законе Гочи Курки. За расправу над Акоевым все трое его обидчиков были наделены воровскими полномочиями личными рабом Джангвиладзе и одновременно поставлены вне закона кланом деда Хасана. В январе 2018 года, с тяжелым поражением спинного мозга бойцов, был досрочно освобожден из колонии и доставлен в Краснодар по месту прописки, где за ним был установлен административный надзор, за уклонение от которого в августе того же года его объявили в розыск. По прошествии еще полутора лет в отношении непризнанного вора, в законе было заведено разыскное дело по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. По словам источника, все это время Атари скрывался в Краснодаре.